Творческое объединение «Посредник» представляет Вавилон 6, серия 2, поучение. Командованию станции поручено провести в районе Торины-5 масштабное учение Вооруженных сил Альянса, но кто-то, очевидно, не желает примирения союзников. Над станцией летит пара истребителей, двигаясь от кормы к носу. Истребители долетают до главного причала и расходятся в стороны. Вавилон 6, командный мостик станции. Капитан станции Кристофер Келл стоит на мостике перед иллюминатором. Он стоит, сложив на груди руки. Взгляд направлен куда-то вдаль. Капитан о чем-то задумался. Мысли Кристофера прерывает голос Кинга, подошедшего сзади. Кинг. Капитан, на связи сенат Земли. Они хотят поговорить с вами. Келл. Хорошо, пожалуйста, в конференц-зал. Квартира Руссо. Звучит какая-то французская песенка. Шеф службы безопасности собирает спортивную сумку. По всей видимости, у него отличное настроение. Когда сумка готова, Руссо перекидывает ее через плечо и выходит. Его коммуникатор остается лежать на столе. Синий сектор. Конференц-зал. Келл спешно входит и приказывает компьютеру включить дисплей. На экране появляется сенатор Киттон. Киттон. Капитан Келл, мне поручено сообщить вам, что Земное Содружество выступило с инициативой провести в секторе Вавилона 6 крупномасштабные учения с участием кораблей по возможности всех членов Межзвездного Альянса. Некоторые правительства поспешили прислать отказ, но многие миры поддержали эту идею. Поэтому учения должны быть проведены. Руководство Межзвездного Альянса полностью на нашей стороне. Главной целью данного мероприятия является попытка восстановить хорошее отношение между членами Альянса. Второй, но не менее важной целью командование поставило оттачивание тактики ведения боя с новым противником, с расой, которая напала на Минбар 3 года назад. Как вы знаете, у нас практически нет данных о враге. Единственное, чем мы обладаем, так это записями сражений того времени. Наши эксперты выжили максимум из этих материалов и разработали возможные методы противодействия. И ваша задача отработать эти самые методы. Вы понимаете, капитан? Келл. Конечно, понимаю. Это максимум, что мы можем. Я отзову паладина и Центуриона обратно к станции. Киттен. Нет, рейнджеры не будут принимать участие в учениях. Им поручено вести усиленное патрулирование на границах территории тех народов, которые поддержали проведение учений. Это своего рода бонус за сотрудничество. Келл. Как скажете. И какие силы отрядила Земля для участия в маневрах? Киттен. Корабли уже в пути. Вы получите соответствующий список в течение часа. Кроме того, вам доставят нужное оборудование и людей для проведения учений. Келл. Я передам полковнику Рихтеру вводную информацию. Он будет командовать операцией со станции или из какого-либо корабля? Киттен. Если я не ошибаюсь, командующим на станции являетесь вы. Поэтому и командовать флотом Альянса поручен вам, капитан. Руководить маневрами нашего флота вы будете со станции. А полковник Рихтер будет следить за учениями и посмотрит, как они будут развиваться. Келл. Мне кажется, вы не договариваете что-то, сенатор. Киттен. Он должен будет следить за вами, капитан. Желаю вам удачи. Экран гаснет. Келл задумчиво чешет затылок. А затем нажимает на вызов своего коммуникатора. Сектор Торины 5. Следующий день. Открываются гиперворота. Из них вылетают 4 тяжелых эсминца класса Крестоносец и 2 тяжелых крейсера класса Аврора. Эскадр сопровождается истребителями. Вавилон 6. Командный мостик станции. Ходит Келл и подходит к Кингу, стоящему возле окна и наблюдающему за кораблями Земли. Келл. Как обстоят дела? Кинг. Наша эскадра прибыла. Начинаем принимать груз. Келл. Хорошо. Пусть техники сразу займутся подготовкой. Учения должны пройти оптимально. Свяжитесь с Ветровым. Пусть выделят людей для поддержки земных специалистов, чтобы дело шло быстрее. Кинг. Разумеется. Келл направляется к выхлу. Да. И вызовите мне Руссо. Кинг. Но он же не любит, когда... Келл. Это приказ. Келл уходит. Кинг. Сам себе. Раз, два, три, четыре, пять. Халлионер, я иду тебя искать. Кинг следом за Келлом покидает мостик. Камера поворачивается к окну, где видно, как из гиперпространства выходят пара минбарских крейсеров. Контрольно-пропускной пункт. К проверку проходит очередной наплыв пассажиров. Слышно, как некоторые жалуются на слишком затянувшуюся стыковку в связи с подготовкой к учениям. Перед работником службы безопасности предстает привлекательная молодая женщина. Она подает свою идентификационную карту, получает ее обратно и идет дальше, осматриваясь вокруг. Она с любопытством разглядывает инопланетян. Женщина. Сама себе. Думаю, мне здесь понравится. Сады. Открытый бассейн. Руссо плавными и мощными движениями загребает воду. Он плывет очередную дистанцию. Когда он доплывает до борта и останавливается, над ним возвышается Кинг. Кинг. Выйти из воды, солдат! Руссо. Что за черт? Кинг. Свободный день сегодня аннулирован. Вам следует одеться. Руссо. Что произошло? Кинг. Вы не слышали, что ли? У нас с завтрашнего дня проходят крупные учения. Прибывает много военных, поэтому необходимо принять меры для поддержания порядка на станции. Блэйк в одиночку не справится. Руссо выпрыгивает из бассейна. Понятное дело. А что так вдруг-то? Кинг. Ну они же не могут позволить нам расслабиться. Руссо. И кто? Кинг. Начальство? Ладно. Пойдемте. Совещание в конференц-зале через час. Руссо хмуро, но утвердительно кивает. Кинг удаляется. Синий сектор. Коридор. Кристофер Келл спешит в конференц-зал. С другой стороны появляется полковник Рихтер. Рихтер. Здравствуй, Кристофер. Ну что, нагрузили тебя работенкой? Келл. Да уж, хотя работа я никогда не чурался, но тут... Рихтер. Что? Келл. Не знаю. Странное чувство какое-то. Рихтер. Почувствуешь что-то плохое? Келл. Да нет, не то. Эти учения... Я, конечно, понимаю, маневры очень важны и полезны, но... Коробит меня что-то. Какие-то они неправильные, что ли? Рихтер. А я тебе скажу, почему. У нас есть проблема, которая стоит очень остро сейчас. Но члены Межзвездного Альянса заняты всем, чем угодно, только не ей. Келл. Вы имеете в виду рейдеров? Рихтер. По последним данным разведки, разные пиратские группы уже объединяются в единую силу. Вскоре мы будем иметь дело не с одним носителем и кучкой истребителей, а боевым формированием. Ты сам сказал, учения важны. Но я бы предложил лучше тренироваться на пиратах. Келл. Я полностью с вами согласен, полковник, но что тут поделаешь? Рихтер. В том-то и дело. Ладно, двинули. Нас ждут. Вблизи Торины 5. Открываются гиперворота и несколько нарнских кораблей покидают гиперпространство. Очевидно, нарны решили продемонстрировать силу, так как направили 6 тяжелых крейсеров класса Калат и 3 дредноута класса Тактан с полным набором истребителей. Почти одновременно с нарнами с другой стороны прибывают два манифицированных ударных авианосца класса Бальварин и два ударных крейсера класса Корван от Центаврия. Вавилон 6. Синий сектор. Конференц-зал. Кэл сидит во главе стола, рядом расположились Рихтер и Ветров. Один за другим входят Кинг и Ли, Руссо и Волков. Когда все занимают свои места, Кэл встает и выходит из-за стола. Кэл. Всем вам уже известно, командование поручило нам проведение важных крупномасштабных учений, и я намерен выполнить эту задачу с максимальным профессионализмом. Ветров. Обращаюсь к остальным. В соответствии с программой учений, выработанными умными дядями на Земле, действиями флота противника будут управлять компьютеры Вавилона 6. В космосе цели представляют собой голографические образы, проецируемые от мини-зондов, летающих в пространстве и симулирующих маневры противника. На основе записи сражений трехлетней давности, орудийные системы на кораблях объединенного флота будут переведены в тренировочный режим. Таким образом, в случае попадания по вражескому кораблю или по кораблям союзников, компьютеры будут оценивать тяжесть повреждений и отключать уничтоженные системы. Но я думаю, все это вам, как военным, побывавшим ни в одном учебном бою, прекрасно известно. Кел. Перед флотом союзников, которым буду командовать я, стоят три задачи. Первая. Открытое сражение кораблей союзников с флотом противника. Вторая. Отработка методов преследования и перехвата врага в гиперпространстве. И третья. Объединенный флот должен защитить планету Торина-5 от высадки вражеского десанта. Доктор, несмотря на то, что на учениях не будет использоваться боевое вооружение, можно исходить из того, что несчастных случаев полностью избежать не удастся. Мало ли, один пилот захочет похвастаться своим умением перед другим и... там и до столкновения недалеко. Впрочем, не исключено, что на том или ином корабле произойдет что-нибудь непредусмотренное. Ну, в общем, будьте готовы ко всему. Ли. Конечно, капитан. Келл. Тогда вы и Ветров можете идти. Ли и Ветров удаляются. Келл вновь садится на свое место, но только он успевает открыть рот, как раздается вызов коммуникатора Руссо. Руссо. Да. Блэк. Шеф, советую подойти к докам. Прибыла филандская эскадра. Руссо. Ну и что с того? Блэк. Тут нам подарок, Келл, отвечая на вопросительный взгляд Руссо. Да, можете идти. Руссо. Блэк. Сейчас буду. Руссо встает, извиняется и уходит. Келл. А нам предстоит выработать план действий. Мы здесь все ветераны битвы за Минбар и прекрасно знаем, что значит повстречаться лицом к лицу с этим неизвестным врагом. Какие будут предложения? Пассажирские доки. Блэк стоит в большом зале, где разгружаются корабли. Руссо подходит к нему. Руссо. И что является таким важным, что стоит меня вытащить из совещания с капитаном? Блэк. Филандский подарок. Руссо. И что это за подарок? Блэк указывает на филандский транспорт, из которого начинают выходить и строятся солдаты. Красный сектор. Рынок. Ветров спешит куда-то. Вдруг его окликают по имени. Он поворачивается и видит ту самую молодую женщину, которая недавно прибыла на станцию. Ветров пытается ее узнать, но очевидно безуспешно. Ветров. Мы знакомые. Женщина, начиная искать что-то в своей сумочке. Неужто так изменилось? Достает какую-то фотографию и показывает Ветрову. Вот. Ветров смотрит на фотографию, затем на женщину. Лена. Женщина улыбается. Так точно. Елена Романова к вашим услугам. Ветров. Елки-палки. Ну погоди. Это же ну сколько? 18 лет прошло. Романова. Да, по-моему столько. Но я тебя узнал. Ветров. Так ты, ну-ну-ну-ну, вон какое стало. Ух, прямо загляденье. Ты какими? Ветрова прерывает вызов коммуникатора. Ветров. Ай, извини. Да. Техник. Я в рубке. Эти военные нам сейчас... Ай, какого черта? Слышится какой-то грохот. Ветров. Ах, ты ж е... Мать. Извини, Лена, работы много. Ты здесь надолго? Романова. Надолго. Ветров. Слушай, ну давай тогда сходим куда-нибудь поужинать. Хорошо? Я только разберусь со всеми этим. И тогда... Да, конечно. Ты меня найдешь? Ветров. Жду за вопрос. Обязательно найду. Ветров удаляется. Когда он отходит на несколько метров, женщина слышит, как он ругается на кого-то в коммуникатор. Синий сектор. Конференц-зал. Совещание закончено. Все идут на выход. Кэл просит Волкова задержаться. Кэл. Что ты скажешь по поводу всего этого? Волков. Хм. В принципе, интересно задумано. Командование прислало много военных специалистов для проведения учений. И много новой техники. Кэл. Конечно. Там наверху хотят, чтобы учения прошли гладко и с большим успехом. Все возможные ошибки должны быть учтены. И устранены. Или хотя бы минимизированы. До предела. Волков внимательно смотрит в другу в глаза. Он понимает, какую ошибку хочет минимизировать командование. И Кристофер это замечает. Кэл. Ой, такое ощущение, что мне дают ружье. Но его направляет множество рук. А моя задача заключается лишь в том, чтобы в нужный момент нажать на курок. Никакой свободы. Никаких лишних движений. Все придумано, спланировано и будет исполнено. Вот один флот, вот другой, вот специалисты, вот важная станция, вот марионетка-символ. Только нужно ее обмотать ватой, чтобы она, не дай бог, не причинила вреда ни себе, ни другим. Вот сейчас ты уйдешь, и ко мне заявится целый отряд всяких умников с инструкциями и советами, прибывших специально для этого. Волков. Если хочешь, мы устроим пару проблем, неучтенных спецами. Кэл. Ну, ты это умеешь, но лучше не надо. Волков. Не волнуйся, все пройдет гладко. Кэл. А письменно можешь это оформить? Пассажирские доки. Блэк и Руссо стоят и смотрят на разгрузку филандского транспорта. К ним подходит посол филанов Аград Юари Рибеф. Рибеф. Кой должно быть шеф службы безопасности? Руссо. Майор Пьер Руссо, добро пожаловать на Вавилон 6. Чем я могу помочь вам, посол? Рибеф. Вообще-то было бы правильнее, если бы я обратился сразу к капитану Кэллу, но он, скорее всего, занят подготовкой учений. Руссо. Да, это так. Но могли бы вы связаться с его заместителем, Робертом Кингом? Я могу организовать. Рибеф. Нет, нет, это больше касается службы безопасности, к тому же я не официально здесь в качестве посла. Мое правительство объявит о моем назначении на Вавилон 6 после учений. Руссо указывает на филандских солдат, выстроившихся неподалеку у транспорта, и вопросительно смотрит на посла. Рибеф. А, это мое правительство решило подарить станции Вавилон 6 сотню генетически модифицированных воинов. Это отличные бойцы, беспрекословно выполняющие любые приказы. Они были специально подготовлены для службы на Вавилоне 6, и слушаются только командование этой станции. Даже я не могу ничего им приказать. Вы можете провести любые тесты. Эти войны в вашем распоряжении. Руссо. Благодарю вас, посол, но вы должны понять, что подобный подарок я не могу принять, по крайней мере не обсудив его с капитаном. Рибеф. Ммм, безусловно, но если вы откажетесь, я могу отправить по дорогу обратно, когда наша эскадра отправится домой. Посол делает обиженный вид, и Руссо тут же жалеет, что не подпрыгнул от радости при виде подарка. Аград Юари Рибеф разворачивается и уходит. Благ, зря вы так. Филаны болезненно реагируют на отказы. Даже такие дипломатичные. Руссо. Знаю, запамятовал, но я думаю, посол мне простит. К тому же это был не отказ, а лишь намек на него. Благ. И что будем делать с подарком? Руссо. В общем, так. Попробуй найти для них место, хотя бы временное. А я пока обрадую капитана. Блэк кивает и направляется к строю филанских воинов. Руссо уходит туда же, откуда пришел. Около станции в пространстве. Видны корабли народов Альянса. Среди них присутствует несколько ганонерок Дрази, классов Келовет и Феникс. Другие миры ограничились лишь парой-тройкой кораблей. Очевидно, только ради представительской роли. Видны гиперврата, через которые появляются три корабля Брэкери. Вавилон 6. Командный мостик станции. Кинг стоит у своего пульта. Его вызывает через коммуникатор Кел. Кел. Что у нас? Кинг. Корабли союзников получили от нас инструкции и вводят в курс дела экипажа. Кел. Что стряслось в рубке? Кинг. Военные специалисты, которые прибыли с земли, устанавливая оборудование и программное обеспечение для управления зондами, чуть не отрубили системы жизнеобеспечения станции. Петров со своей командой вовремя подоспел. Кел. Не хватало нам еще треть миллиона. В лучшем случае до смерти напуганных жителей. Кинг. А в худшем – орбитальное кладбище. Да, кстати, привезенное оборудование в основном остается и после учений. Это повысит некоторые характеристики станции в области сенсорного восприятия и обороноспособности. Я еще не узнавал детали, но ведь от подарков не отказываются. Кел. Да, вот еще филанский подарочек распакуем. Кинг. А что они привезли? Кел. Не знаю пока. Лучше поговорим об этом потом. Конец связи. Около станции – пространство. Видны технические роботы, завершающие подготовку к учениям. Корабли союзников занимают исходные позиции. Вавилон 6. Синий сектор. Кабинет Келла. Келл стоит за столом. Напротив него стоит Руссо. Келл. Что они привезли? Руссо. Сотню бойцов под наше командование. Келл. Вы сказали, что станция имеет свой гарнизон в 10 тысяч солдат, который полностью покрывает потребности станции безопасности. Руссо. Филанам это прекрасно известно. Но тем не менее, Келл. Этого еще не хватало. И что делать будем? Руссо. Ну, гарнизон в основном предназначен для операции за пределами станции. Поэтому он в любой момент может отправиться на выполнение какого-нибудь задания. Кто знает. Может, сотня филанских воинов и пригодится. Келл. Ладно. Блэк справится с обеспечением порядка на станции? Руссо. Да. Служба безопасности готова ко всему. Эндрю не хуже меня разбирается в этом. Келл. Тогда вы займетесь проверкой филанского подарка. Эти воины не должны уступать ни в чем нашим солдатам. Если возникнут какие-нибудь претензии, в общем, нам пригодятся только лучшие. Понятно? Руссо. Направляясь к выходу. Люблю проверять бойцов на крепость. Келл. Тогда приятного времяпрепровождения. Капитан выходит из-за стола и покидает кабинет. Командный мостик станции. Келл входит на мостик. Вся команда ожидает его распоряжения. Келл. Обращаясь к Кингу. Можно начинать? Келл. 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 Командный мостик. Командный мостик станции. Келл. Через канал связи. Капитан Келл кораблям Дрази. Вы должны рассредоточиться и прикрыть наступающие крупные корабли. Всем открыть огонь по собственному усмотрению. Около станции в пространстве. Корабли Альянса открывают огонь. Завязывается схватка с виртуальным врагом. Пятерка кораблей Дрази поддерживает земную эскадру в ее фланговом прорыве. Навигатор. Капитан, главные двигатели вышли из строя. Включилось торможение. Капитан. В чем дело? Офицер-стрелок. Капитан, ракетные установки дали залп. Капитан. Что? Черт возьми, да что происходит? Около станции пространство. Промчавшиеся мимо притормозившего земного эсминца, корабли Дрази не успевают ничего сделать. Выпущенные ракеты уничтожают два из них и повреждают другие. Командный мостик станции. Кэл. Прекратить огонь, повторяю, немедленно прекратить огонь, на черт. Кинг. Капитан, флагман Дрази, капитан. Кэл. Да вижу он, проклятие. Около станции пространство. Флагман эскадры Дрази весь в огне. Кринится в сторону. Через мгновение раздается взрыв. Корабль разлетается на части. Экипаж не имел ни малейшего шанса эвакуироваться. Сектор Торины 5. Никто еще не успевает отойти от происшествия с земным эсминцем, как вдруг рядом с кораблями союзников открывается зона перехода. И появляется крупный флот рейдеров, состоящий из пяти эсминцев класса Сагат и множества истребителей различных образцов, в том числе модификации Звездной Фурии. Кроме того, среди атакующих кораблей различаются десантные боты. Флот рейдеров открывает огонь по союзникам, однако то, что происходит дальше, еще больше обостряет ситуацию. Земные корабли находятся несколько в стороне от кораблей союзников, так и не закончив маневр отхода с флангами. Когда рейдеры их атакуют, они не двигаются с места и не открывают огня. А истребители не решают составить свои корабли без защиты и не вступают в бой. Будто по сговору рейдеры игнорируют людей, сконцентрировав огонь на остальных членах Альянса. На стороне нападающих оказывается преимущество неожиданности и растерянности союзников в связи с происшествием с Джином, а также неготовность орудий Альянса к реальному бою. Потеряв несколько кораблей, Альянс наконец-то переключается в боевой режим, и теперь уже рейдерам приходится туго. Однако их десантные боты уже настолько приблизились к Вавилону 6, что крупные орудия не могут стрелять по ним без угрозы для станции. Вавилон 6. Командный мостик. Кэл. Капитан Кэл. Истребителям. Немедленно сбить десантные боты. Аккуратнее, Кинг. Служба безопасности и солдаты уже готовятся к встрече. Кэл. Оружейные системы станции должны прикрыть наши истребители. Черт возьми, что с кораблями Земли? Почему они не атакуют флот рейдеров? Кэл пытается связаться с земными кораблями, но без результата. Он поворачивается к сержанту Сандеру. Кэл. Установите мне связь с эскадрой любым способом. Сандер. Так точно. Вавилон 6. Черный сектор. Тренировочный центр. Руссо и десяток филанских солдат стоят у стрельбища. Филаны отрабатывают стрельбу по мишеням из своего оружия. Руссо наблюдает за этим, и по его лицу видно, что результат его очень даже устраивает. Вдруг на станции включается боевая тревога. Руссо. Что такое? Он тут же связывается с Блэком. Блэк. Нас атакуют пираты. Два десантных бота на подлете. Один пробьется в синим секторе, а другой в сером. Руссо. Серый. Это недалеко от меня. Блэк. Полковый крихтер уже поднял солдат, они в пути. Руссо. Мы будем там быстрее. Руссо. Обращается к филанским воинам. За мной. Руссо и десяток филанов выбегают из черного сектора. Руссо на бегу раздает указания. Из смежных коридоров появляются новые филанские бойцы, каким-то образом узнавшие о боевой тревоге. Синий сектор. Видно, как взрывается внутренняя оболочка станции, и порядка четырех десятков рейдеров выскакивают из десантного бота в образовавшуюся дыру. Однако они не успевают занять хорошую позицию, так как появляются филанские воины и завязывается бой. Филаны действуют отважно и весьма эффективно, нанося рейдерам существенный урон. Сектор Торины 5. Тем временем сражение перед станцией продолжается. Рейдеры сильно потрепали оставшиеся корабли Дрази. В общем-то их ожидала неминуемая гибель, так как один из эсминцев рейдеров приготовился их добить. Однако в самый последний момент на помощь успевают прийти два нардских крейсера и уничтожают пиратский корабль. Воспользовавшись моментом, флот рейдеров наносит довольно сильные потери союзникам, но как только начальная фаза боя завершается, то силы альянса берут верх. Это заставляет рейдеров начать отступление. Однако минбарским крейсерам удается перерезать им путь и почти всех уничтожить. Но остатки пиратского флота все же уходят в гиперпространство. Синий сектор. Место столкновения с пиратами из второго бота. Схватка закончена. Служба безопасности обезоруживает сдавшихся пиратов. Блэк связывается с Руссо. Блэк. Мы тут разобрались. Высылаем вам поддержку. Серый сектор. Место столкновения с пиратами. Руссо стоит посреди места боя. Филанские солдаты скручивают и уводят выживших рейдеров. Руссо. И я как раз подумал отправить ее вам. У нас все под контролем. Синий сектор. Зал заседания. В связи со всем случившимся собирается экстренное заседание. Большинство послов вне себя от возмущения. Кэл. Я только что разговаривал со своим правительством. Никто не знает, что произошло. Никаких приказов, которые предписывали бы нейтральное поведение по отношению к рейдерам не было. Да послушайте меня. Корабли земного содружества вышли из строя. Причем все разом. Поэтому не могли ничего предпринять. Посол Дрази. Не кажется ли это вам слишком нереальным, чтобы быть совпадением? Целая эскадра выходит из строя. Словно по взмаху волшебной палочки. Большинство из присутствующих громко поддерживают высказывание Дрази. Кэл. В этом я с вами согласен. Правительство земного альянса обещает разобраться в этом инциденте. Поэтому эскадра, участвующая в учениях, уже находится на пути к земле. Посол Дрази. Что-то я сомневаюсь, что мы когда-нибудь увидим результаты расследования. Если таковое вообще будет проведено. Кроме того, мое правительство требует немедленной выдачи капитана эсминца, уничтожившего два наших корабля, для справедливого суда. Кэл. Капитан Стэдсон уже взят под стражу. Он будет находиться на Вавилоне 6. До тех пор, пока мы все не выясним. Посол Дрази. Мы не потерпим такого. Мы требуем виновного сейчас же. Если нужно, мы заверем его силой. Кэл поднимается и упирается руками в стол. Его взгляд скользит по представителям народов альянса. Глаза сверкают решимостью. Кэл. Я не люблю угроз, посол. Это вам не Вавилон 5 с полусотней истребителей. Эта станция может оказаться вам не по зубам. Посол Дрази. Не беспокойтесь. Мы добьемся своего. Шукорт вставает. Может быть. А может и не быть. Нарны поддерживают разрешение конфликта только мирным путем. Посол Дрази. Так, значит вы на стороне людей. Шукорт. Мы на стороне мира. И я надеюсь, что вы тоже. Или... Дрази больше ничего не говорит и бросает лишь злобный взгляд на капитана. Кэл. Поймите. Я очень сожалею о погибших Дрази, посол. Поверьте мне. У нас есть кое-какие подозрения. Но пока нет улик. Я обещаю вам, мы найдем виновных и соответственно их накажем. Ну дайте нам время. Посол Дрази. А что с рейдерами? Мы видели, как повели себя корабли Земли, когда пираты громили нас. Этих виновных вы также обещаете наказать? Или это новая политика Земли? Кэл. Вавилон 6 является станцией межзвездного, а не земного альянса. Будет проведено расследование. И все члены альянса будут проинформированы о его результатах. Как только они появятся. Терпение, посол. Терпение. Ким. Нападение действительно было подстроено. Причем довольно хитро. Это подтвердил один из захваченных нами пиратов. Ему, к сожалению, неизвестно, кто предложил рейдерам такую сделку. Но наградой для них должна была стать эта станция, которую они могли бы использовать в качестве военной базы. Однако их тоже обвели вокруг пальца, так как не сообщили об учении. И в итоге флот союзников сорвал все планы пиратов. Хочу заострить ваше внимание, господин посол, на том, что нападение было направлено на станцию, а не на ваши корабли или корабли альянса. И обвинять в этом кого-то преждевременно. Думаю, неизвестная сила, которая за этим стоит, преследовала цель поссорить нас. Для этого она наняла рейдеров. И кто знает, кого еще. Кэл. У нас пока очень мало сведений и доказательств. Возможность подготовки повторного вторжения извне, как это было три года назад, также не исключается. Прошу вас еще раз. Дайте нам время разобраться во всем. Большинство послов постепенно затихает. Посол Дрази недовольно сопит, но молчит. Кэл. На сегодня заседание объявляется закрытым. Капитан стучит молотком по столу и все начинают расходиться. Кэл и Кинг входят. Их уже ожидают Руссо, Рихтер и Ли. Кэл садится на свое место. Кэл. Майор Руссо, прежде чем мы начнем, я слышал, филанские воины побывали в бою. Руссо. Верно. Еще как побывали. Они себя отлично проявили. Ли. Еще бы. Когда мне доставили двух из них, раненых во время схватки с пиратами, я провела полный осмотр их организма. Такого мне еще не встречало. Их физические и регенерационные способности на порядок превышают человеческие. Да и филанские тоже. Так что посол Рюбев не соврал, когда хвалил их. Кэл, обращаясь к Руссо. Ну что, принимаем подарок? Руссо. И если полковник не будет против? Рихтер. И я не против. К военной базе это не имеет отношения. Поэтому решение за вами. Думаю, в службе безопасности сотни хорошо подготовленных воинов не помешает. А теперь давайте перейдем к делу. Что вы рассказали на заседании? Кэл. Только необходимое. Думаю, было бы ошибкой сейчас уведомлять союзников о том, что Рейдеров, скорее всего, навел кто-то с земли. И что атака произошла в четко указанное время. Руссо. Да уж. То, что Рейдеров подставил кто-то с земли, является очень странным. Меня это, честно сказать, серьезно беспокоит. Что бы пираты следовали чьим-то указанием, они должны были очень доверять своему наводчику. И вы понимаете. И вы понимаете, что это означает. Руссо. Руссо. А может быть, этот неизвестный сам не знал ничего об учениях. Рихтер. Рихтер. Тогда есть еще кто-то, кто о них знал заранее и так удачно подставил нашу эскадру. Однако я сомневаюсь в существовании четвертого игрока. Хотя не исключаю такую возможность. Кэл. Смотрите, что получается. Рейдеры, доверившись кому-то, терпят серьезное поражение. Джин уничтожает два корабля Дрази. И остальная земная эскадра выходит из строя, одновременно с появлением пиратов. Таким образом, люди и рейдеры, оказавшиеся, ну, в принципе, жертвами, выглядят заговорщиками против Межзвездного Альянса. Вопрос. Кому нужен такой расклад? Руссо. Очевидно, кто-то хочет поссорить людей с союзниками, при этом пренебрегая своими отношениями с рейдерами. Сомневаюсь, что еще раз они доверятся этому неизвестному конспиратору. Рихтер. Задача не из легких. Будем надеяться, нам удастся ее разрешить, пока станция еще целла. Красный сектор. Ресторан. Ветров и Романова садятся за стол. Очевидно, они только пришли. Ветров. Ну, рассказывай. Какими судьбами? Романова. Все очень просто. Окончив университет в Санкт-Петербурге, я последние годы работал ассистенткой одного небезызвестного психотерапевта. Но со временем мне этого стало недостаточно. Я решил остаться самостоятельным и открыть собственный кабинет где-нибудь подальше от Земли, чтобы иметь возможность помогать даже инопланетянам. Ветров. Так, ты, значит, телепат без таланта? Романова. Что? Ветров. Я так психотерапевтов называю. Как и телепаты любят копаться в чужой голове, только делают это языком. Романова. Ну, наверное, ты прав. Ветров. Лен, дай ж пошутил. Так, ты нашла уже, где хочешь обосноваться? Романова. Да. Ветров. И? Романова. Здесь же. Ветров. Что, серьезно? Романова. А ты не против? Ветров. Против. Ты шутишь. Я только за. Да, если тебе нужна будет какая помощь, ну, я как-никак шеф технической службы. Романова. Тогда с электричеством и теплом у меня все будет в порядке. Ветров. Да, без проблем. Добро пожаловать на Велон 6. Романова. Спасибо. Я рада быть здесь. Синий сектор. Кабинет Руссо. За пультом сидит Блэк. Ходит Руссо. Он выглядит уставшим. Блэк. Не важно выглядеть, шеф. Как дела? Руссо. Устал, как собака. Наконец-то определил нашу филандскую роту. Чуть с кингом не разругался, выбивая место в сером секторе. Поблагодарил посла Ребефа за такой оригинальный подарок. Теперь пойду отдыхать. Моя смена кончилась. Блэк. Не совсем. Филандский посол прислал детальную информацию о воинах, которую посоветовал изучить, прежде чем использовать их в полном объеме. Руссо. Что значит в полном объеме? Блэк. Ну вот об этом очевидно и говорится здесь. Блэк встает и подает Руссо кристалл данных. Руссо замученно смотрит вслед своему заместителю. Затем на кристалл в свои руки. Руссо. Ну, нет, уже не сегодня. Он кладет кристалл в карман и тоже выходит. Синий сектор. Коридор. Кэл возвращается в свою квартиру. Он выглядит уставшим и сонным. Но на пути ему встречается Джессика Фокс, очевидно поджидавшая его. Фокс. Капитан, скажите, я пригодный пилот? Кэл. Вы отличный пилот, лейтенант. Сегодня в очередной раз вы это доказали. В чем дело? Фокс. Тогда почему вы согласились оставить Альфу на станции? Я воин, а не кукла, с которой можно играть, когда захочется. Объясните мне, пожалуйста, свое решение. Кэл. Я не намерен давать вам объяснение, лейтенант. Сегодня был тяжелый день. Отдыхайте, не ломайте себе голову по всяким пустякам. Фокс. Капитан. Кэл. Лейтенант. Это приказ. Фокс остается недовольным. Но молча уходит. Кэл встряхивает головой и устало продолжает свой путь. Когда он подходит к квартире, то замечает записку, прикрепленную к двери. Не без удивления, Кэл берет ее и читает. Выступаете по тонкому льду, капитан. Противники пристально следят за вами. Одна ошибка, и все пойдет под откос. Не делайте ошибок. Кэл, нахмурившись, кладет записку в карман, открывает дверь и заходит в свою квартиру. Через какое-то время он ложится спать, но долго ворочается. Ему не спится. Около станции пространство. Неподалеку завис тяжелый эсминец класса крестоносец. Это Джин. Вокруг него и Вавилона 6 кружат корабли нескольких членов Альянса, чьи представители громче всех возмущались на заседании. Конец второй серии. Уважаемые слушатели, с вами было творческое объединение «Посредник». Спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok